Я не стесняюсь об этом сказать, я как-то уже говорила, что тоже что-то было. Зачем тебе ведро? Чисти так уже, на пол прямо. Красотуля. Везде не играла, ты везде не играла вчера. Да, я вчера везде не играла, на работе. Миш, ты играл вчера вечером, я не играла. Если я устала, то я не играла. Вечером, поиграл три часа. Доброе утро. Я всем, кто зашел на канал, спасибо, что заглянули в гости. Это мой кофе, это шоколадка. Сейчас кусочек съем. С утра очень люблю аромат свежесваренного кофе и звук стирающей машины. Мне кажется, что пока я пью кофе, дела все равно делаются. А Миша заодно тут еще моет посуду, то вообще приятно, смотри. Он вчера не помыл, то я сегодня попросила немного... Не, не попросила, он сам начал мыть. Молодец, спасибо. И хочешь подздороваться? Только повернуться сюда. Привет всем, дорогие подписчики. Я вам хочу на картонах. У тебя прическа как мамонтенок. Все, нашли. Олеся Николаевна, уважаемая Олеся Николаевна, я не подстригусь. Можете не спамить в комментариях. Это мой выбор. Она спамит. Ну почему? Это мой выбор, и я так хочу. Я буду дальше отращивать волосы. Мы живем в 21 веке. Я считаю, что ничего такого в том, что парень хочет себе удлиненную прическу, ничего в этом нет. Ну ее надо аккуратно носить. Ну аккуратно. Да, ты кучерявый, кучерявится у тебя края, так, ну в принципе нормально ходить. Когда ты одеваешь обруч, то тебе хорошо. Наше утро, вода бежит, деньги лечат, Миша заплатит. Ну да, Миша на все платит у нас в семье. Ну а зачем, ты вкладываешь посуду, а вода бежит? Да, конечно. Расскажи лучше, как вы забили унитаз. Боже мой, как я вымоталась за эти дни. Я работала два дня подряд, плюс эмоционально я как-то вымоталась, потому что я говорила в прошлом влоге, что Елисей вместо карты для выплат ему втюхали, а он рад, что ему втюхивают карту кредитную и сразу туда положили кредит. Виктория забила унитаз, плюс там еще был момент с записками, плюс еще был момент на работе, она мне нервы вымотала. Но когда я пришла домой и дома забитый унитаз, муж ругается. Это самое большое, что я ненавижу. Это забитый унитаз. Виктория говорит, а мне Миша сказал, выкинь унитаз в макароны. То пробивали, я даже не знаю, кто пробил. Папа. Ты не пробивал? Я могу рассказать в своем месте, но у людей ремонтные рефлексы повылазят. Поэтому я этого делать не буду. Бляж, как ты мог додуматься? Папа просто рассказал, как он падает. Просто вычислили, что унитаз забился уже после того, как туда сходили и смывали. И мы говорим, бери, пробивай. Я говорю, сейчас. Папа закрылся, сам пробил и все. Потому что, Миша, как ты мог додуматься? Потому что всегда выкидываем огороды. Никогда мы не выбрасываем твердую пищу в унитаз. Это как свинца. Это хорошо, если у нас пройдет. И потом оно пройдет в общую канализацию. А если первый этаж пострадать? Из-за дебилов таких, как вы. Так мы спать с мужем пошли. Легли. Муж меня обнял. Я говорю, я не пойму, они правда такие тупенькие или ленивые? Я говорю, Миша, они ленивые. Ленивые. Это нет. Лень Виктории было высыпать макароны в мусорное битро. Потому что оно переполнено. Его надо сказать. Вот у тебя все, Лень. Да, да, да. Да, да, да. Она приходит к Миши. Миша говорит, там унитаз шухани. Она шуханнула, оно разбухло там в колени. И было так весело. Я мужа не видела таким лет пять назад. Последний раз видела, когда мы на границе с Польшей стояли. И Михаил сныл. Чего вы мой спиннинг не взяли? Муж был тоже такой же злющий. Я говорю, взорвни со своим спиннингом. Не спиннинг. Я знаю, что мы все удержаем. Спиннинг ты. Мы учел спиннинг не взяли. Да, катушку мне. Потому что почему? Двой родный дядя, потому что мне прислал с Россией дорогие снасти, катушку, шнуром. И все отдали другим людям. Без моего даже ведома. Да. Так катушка. Я никогда в жизни, блин, вы меня так не покупали и не купите больше. Ничего, что мы стояли на границе с тремя детьми. Пешком, с кучей каких-то кучей просто сумок. И толку. Все, мой посуду. И толку. Я пошла покупаться. Я сегодня целый день какая-то разбитая. Вообще, просто вот хожу с комнаты в комнату, пару стирок закинула и коэффициент полезного действия ноль. Видно, надо было лечь поспать или принять ванну, или как-то, знаете, взбодриться, выпить кофе, выйти погулять. Я вообще пасмурность люблю. Пасмурную погоду, дождь. А это что-то меня придавило. Что сделала? Цветы тут тоже такой бардак на подоконнике. Хотела перемыть сегодня подоконники. Кислицу пересадить планировала. Главное, чтобы у меня к вечеру, как это часто бывает, не включился в попе моторчик. Потому что может такое быть. Я полностью обрезала свои компанулы. Вот остался один. Потому что были большие такие цветоносы. Не знаю, ну цветоносы это вот эта веточка. А были такие как кисти. И у них ни отростков, ничего уже. Поэтому я отрезала, постригла. Посмотрю, что. С компанулами у меня как-то не получилось в этом году. Они какие-то дохленькие. Не знаю. Очень-очень много цветов. И они не вывозили. Сейчас вот пасмурные дни. Но со следующей недели вроде уже с понедельника потепление опять хорошее. Зато фиалки буйно цветут. Тут отростки. Кислицу пересажу. Тут тоже компанула. У меня новый день. И я на работе. Сейчас я пойду к другому зеркалу. У нас тут небольшие перестановки на работе. Перемены. Здесь перевесили зеркало. И так ярко стало. И классно. И у меня новое платье. Вот такое. Люблю такой фасон. Села на меня, мне кажется, вообще идеально. И плюс еще что. Что. Пошив такой. Знаете, ткань очень классная. Внутри есть такой, как чехол. Подкладка, которая держит. И платье купила в секонд-хенде. Я не стесняюсь об этом сказать. Я как-то уже говорила, что тоже что-то была купила. Я одежду для дома брала тунику и лосины. И мне пара женщин написали, что никогда в жизни не куплю в секонде вещи. Да, я лучше там что-то еще. Это тоже хорошо. Но в моем случае хорошо пойти и купить в секонде. Я его увидела. Оно было новое. Оно было с этикеткой. Мне не стыдно сказать, что я взяла его в секонде. Я не стесняюсь своей жизни, своих детей, поступков. Это, ну, они ничего нехорошего не несут. Тем более платье было новым. Платье было классным. Но если когда вещь не новая, но мне нравится, я тоже могу взять и постирать. Мы с друзьями как ни обмениваемся. Но я поправилась. Отдала свои вещи кому-то. Кто-то похудел, отдал мне или детям. Короче, все нормально. Лучше я куплю платье в секонде, но зато пойду сделаю зубы себе. Мосты или пойду в парки погуляю. Ну, как-то так. Кто поймет, тот поймет. А еще, так как у меня Михайс старший занимался секондом, то вот это вот бегать в секонд-хенды, на завоз, ловить моменты, вытаскивать жиры, называются какие-то брендовые вещи. Это как отдельная какая-то субкультура даже. Но я не за брендом ничего. Я просто пошла, мне понравилось. Я посмотрела, померила. Муж говорит, идеально. И все. Вот, кстати, наверное, из-за того, что у меня еще как бы внешность. У меня серые глаза, темные волосы. Мне вообще всегда очень легко было одеваться. И у меня классический сейчас размер М. Как только я чуть худею, у меня... Что там дальше идет? Л? Нет, Л после М-ки идет. Ну, в общем, у меня меньше, но у меня пропорционально очень. Поэтому мне одеваться легко. И сыну старшему одеваться легко. А вот Елисей и муж, это без обид. Как сказала мне однажды подружка, у мужа такая фигура, она, как называют, ее колхозная. И он практически ничего не может... Ну, ему трудно купить одежду. То есть нужно уже так подбирать штаны, футболку, потому что пузико там, все такое. Ну, то есть вот. Я плать им очень довольна. Еще она так хорошо подходит к вот этой летней сумочке. Или сумочка к нему. Хотя вот такие сумки, когда они вот такие, либо очень яркие, либо никакие, что называется. То очень удобно. Она под все, конечно, подойдет. Я сегодня в плащики пришла, потому что погода не шепчет. И сейчас я иду... Кстати, уже 11 часов, суббота, а я уже отработала. Чувствую себя раз прекрасно. Люблю, когда с утра. И сейчас иду на встречу с приятелями, которые приехали с Ивана Франковска. Мы не виделись давно. И снимать я там, наверное, не буду, скорее всего, даже. Но очень довольна, что мы сейчас встретимся, посидим в кафе. Все, пошла я. Выключаю свет везде и ухожу. Иду к машине. Сейчас буду ждать Мишу. Уже пришла, купила вот такие вот презентики небольшие. Там чисто сладости. Плюс по банке нутеллы и сладости. И что? И скажу вам честно, если бы мои дети так и делись по такой погоде, я бы им очень сильно надавала по шапке. Потому что на улице просто дубарь. Я не знаю, как я утром, куда смотрели мои глаза. Но мне кажется, утром было теплее. Вот, хотела на презент купить книги. Но чтобы выбрать книги, надо времени больше. У меня его не было, поэтому... Можно было, конечно, еще корзинки фруктов. Но их надо собирать. Поэтому уже как есть. Жду мужа. Да, я надолго буду ждать. Пойду на солнцевые игры. Помню, что у меня горшок дует. Ну, а когда там ты видела? Я уже дома. И, как оказалось, нам тоже приготовили презентик. Там закарпатский чай. Такой наборчик, мыло. А, карпатский чай. Карпатский чай. В общем, очень приятненько. И очень рада, что все-таки тоже сладости передала детворе. Все, теперь домашние дела. Обычно бытовуха. Привет, Дотя. Как нам рассказать? А где вы были? Алина Михайловна приезжала. Я с Чветлиной встречалась. Че, Ольга? Храни паштет на пол. По обоим паштетам, по белым. Будешь красить? Да. А? Если ты это вставишь, если бы не разговаривали. Такое я уже слышал. А? Я такое слышал уже. Мне там в инстаграме одна девочка написала, что... Мне пора... О, еще один кисель. Что мне пора бы подкачаться. Подожди, Миша говорит, еще один кисель. А, я перед этим... Мне написала девочка, что... Тоже мне принц датский. В твои годы подкачайся, а то... Как кисель выглядишь. О, я мечтала. Я мечтала. Как кисель, покажи. Миша, тебе ничем нельзя подножку поставить. Я сам, кому-то, хочу подножку поставить. А, пожалуйста, подмети, дочь. Так подножку не чистят. Почему ты никогда не снимешь, какая у тебя классная дочка? Лично то плачет, то ты постоянно снимаешь. О, посмотрите. Че ты пищишь? Разговариваешь страшным голосом. Едем. Мы выехали с дома. Едем сейчас с Викторией посмотреть какую-то курточку или плащик, или парку. Чекили парку. Что-то я упустила этот момент. Я думала еще сегодня заехать по магазинам, пройтись. А потом, если нет, то завтра на рынке. Но Виктория с рынка вообще ничего не любит. В общем, едем ей что-то посмотреть. Мишка за рулем. Молодой, красивый. Молодой, озорной, симпатичный водитель. Да, везет вас. Не свободен. Сзади тоже молодой, симпатичный, тоже не свободен. Ну как, молодой, симпатичный, но не молодой. Ой. Виктория пальто нашла. А ну, стань сюда. Ну, красиво. Тебе все красиво, а ты высокая. Я бы не сказала, что высокая. Ну, тоже классно. Я даже не знаю, что лучше. Мне пальто нравится. Я помню, когда я тебе говорила. А какое? Это или которое внизу? Это. Мне просто цвет такой горчичный. А попусти чуть-чуть пояс. Взяли, Виктория, пальто и шарфик. Шарфик желтый, горчичный такой. Довольна? Видишь, не зря мама говорит, не надо круассаны на ночь кушать. Какая красивая девочка, да? Такая все равно худенькая. Ну, не на ночь же. Все, мы идем пить. Может, зайдем еще в Лена комбинат, посмотрим. У нас есть вот такой магазин. И зачем? Ну, как, не знаю. Виктория, кстати, вообще не любительница. Не мерять ничего. Я не знаю, как она еще. Я не любительница с тобой. В трех магазинах перемерила пальто разное. Как мне рассказывать? Девочка, платье красивое. Юбку можно тебе, плессировку померить. Я просто люблю мерить, когда покушала. Все, мы пошли пить чай или что-нибудь, да? Да. Где, здесь или в Макдаке? Я просто не знаю, где. Я не знаю. Ну, можно внизу в кофейне. В кофейне можно, а можно в Макдаке. Дилемма. Макдак победил. Никто не сомневался ни минуты. Да? Да. У нас картошка, сыр камамбер. Пойти взять. Да, журавленный соус. А Виктория, она бегает. Она то за сахаром, то за палочкой чай размешивать. В Макдональдсе обожаю только вот этот сыр камамбер. Вкусно. И Куся купила заколки. Точнее, мама мне купила. Ну да. Кольца. Вообще хотели не такие. Хотели такое, чтобы длинное висело, и в нем были кольца. Ну, такие. Но такие тоже ей пойдут. Крабики. И вот такой обруч. И все. Прячь. Красотуля. Мы, конечно, с тобой дойдутся. Мама в босоножечках. И я в красными ногтях. Идутся в пальто с шарфом, да? Виктория замерзла. Замерзла. Горит, я одеваю новое пальто. Ну, такая чуть не упала. Виктория едет домой, а на улице холодно. А мы с Мишей на машине на Долину Рос. Мы на Долину Рос? Или на Набель? Я не знаю, куда мы. Мы поедем, прогуляемся. Нет, не знаю. Я нашла тебе такое трассе. Я нашла тебе очень красивое платье. Желтое-желтое. Любишь желтый? Я бы не сказала. Ну, тогда в другой раз. Придем через две недельки или через недельку гулять. Зайдем. Оно прикольное. Его не заберут. Так что, оно прикольное, но его не заберут. Ну, знаю почему. Там размер на худорбу. Красотуля. Влады, Влады. Вспомнила, да? Ну, да. Мам, она красотуля. Ну, тебе правда хорошо. Спасибо. Скажи слать. Не, мне очень нравится. Уже слава богу. Я люблю пальто такие вот. Ага. Младшенькая наша. А это наша младшенькая. Младшенькая. Сейчас на улице будет все красиво, ярко. А где Михаил? А он уже ушел. Он уже ушел прям? Да. Додь, 25-й? Нет. Я сейчас уеду туда прямо. Красиво тебе. Очень классно. Додь, очень. Вообще классно. Вечер темнеет, хотя еще не поздно. И мы с Мишей идем по долине Рос. Вдвоем людей мало. Но хорошо. Вот так вот со стаканом горячего чая. Прям классно. Я, наверное, с вами буду прощаться. Хотя дома у меня еще дел вагон и маленькая тележка. Но я даже не знаю, как их успеть сделать. Но выехать на долину Рос тоже захотелось. Пройтись вот так вдвоем. Поболтать. Ты замерзла? Нет, я буду говорить до свидания. А то, мне кажется, меня там не видно. И вот там, если вдруг видно. Вот там очень красивый. Молодой месяц. Фонтаны работают. Вообще еще обещается потепление. Стакан мы не взяли. Крышку вернее. Все, идем. Идем гуляем. Идем гуляем. Продолжение следует...